Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы с вами разберем случай прыща на ягодицах у мужчины. К нам обратился мужчина, который является пассивным гомосексуалистом, у него были непосредственно анальные половые контакты, но в презервативе, второй партнер был, я имею в виду, не он, конечно. Поэтому, соответственно, он переживал за то, что может передаться через кожу пациента, в том числе за герпес, сифилис и другие высыпания. Данный прыщ у него существовал уже в течение порядка трех недель. Не проходя, он смазывал его салициловым спиртом, однако разрешение этого элемента не наступало, что, естественно, его напрягло. Он наблюдает за своим анусом и обратился для диагностики, действительно ли это обычный прыщ. При осмотре это был непосредственно такая папула или узелок с розоватого цвета с небольшим выдавлением в центре. Ну и мы заподозрили такой диагноз, как контагиозный моллюск. Хотя других подобных прыщей либо элементов контагиозного моллюска не было. Соответственно, данный элемент был удален с помощью радиоволнового метода. Вот вы можете видеть на втором видео, так сказать, последствия данного удаления. И было произведено гистологическое исследование, что, в принципе, мы в таких случаях сомнительных делаем, если пациент не против, в принципе, так положено делать вообще. Если вы в чем-то сомневаетесь, зачем это делать, да хотя бы для того, чтобы, если у вас сникнут подобные же прыщи в дальнейшем, и это будет продолжаться, это заболевание, то уже точно знать, что все-таки это контагиозные моллюски. То есть хотя бы для прогноза. Ну, соответственно, пришел диагноз контагиозный моллюск, поэтому это вирусная инфекция, вирусная инфекция кожи, которая передается через контакт кожи, презервативы от нее, конечно же, не защищает, потому что кожа паха, допустим, одного молодого человека соприкасалась с кожей ануса другого, ну и, соответственно, таким контактным способом вполне могло произойти заражение. Ну, контакт этот был случайный, поэтому, в общем-то, каких-то сообщений своим партнеру данный молодой человек уже не сделал, однако вот мы удалили этот, так сказать, элемент контагиозного моллюска и в дальнейшем при наблюдении все-таки, к счастью, повторных каких-то еще высыпаний не наблюдалось. Поэтому, если вы думаете, что это прыщ, и он существует довольно долго и не проходит каких-то дезинфицирующих препаратов, по типу, допустим, того же самого салицилового спирта, мази левомиколь и так далее, то есть тех препаратов, которые разрешают различные гнойные высыпания, то все-таки в ряде случаев необходимо пройти грамотную диагностику. При необходимости диагностики и лечения любых высыпаний в области паха, в области заднего прохода, вы можете обращаться к дерматологам и венерологам нашего медицинского центра Платон КВД в Москве. Нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных высыпаний. Ждем Вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.